Коксогазовый завод Большой город становился, людей становилось все больше И, конечно, вот этот дым, смог, все это стояло над городом И правительство решило, как бы сказать, улучшить условия жизни москвичей И поэтому было принято решение строить московский коксогазовый завод Рабочий поселок Видное начал строиться в 1948 году Первыми появились строения в его южной части На улицах, которые теперь носят название Медицинская или Мешка А также прудном и зеленом переулках Первые дома будущего города Видное появились здесь, на улице Медицинской Вот этот дом номер два сейчас выглядит почти так же, как и 70 лет назад До наших дней здесь сохранилась не только историческая черепица на крыше Но даже и рамы из ставни тех лет Из-под слоя штукатурки выглядывает деревянный каркас Такие строения называют финскими сборными домами Их привозили по частям и уже на месте собирали Здесь селились и строители города Видное И будущие заводчане, работники завода И одновременно уже возникало то, что мы называем такая инфраструктура, быт Через год в 1949 был утвержден архитектурный проект рабочего поселка Видное Разработанный архитектором Борисом Ефимовичем С этого момента начали активно застраиваться нынешние улицы Садовая, Школьная, Лемешка и Строительная Тут уже возводились капитальные одно- и двухэтажные кирпичные дома Борис Ефимович хотел создать настоящий город-сад Каждый дом по задумке окружал собственный приусадебный участок С плодовыми деревьями и ягодными кустарниками Не возбранялось жильцам разбивать и небольшой огородик Концепция Ефимовича, в этом ее и уникальность состоит Что это было такое коттеджное строительство Где соединялись все достоинства, так сказать, дачной жизни По проекту Ефимовича там строились, они сохранились Такие хозяйственные постройки в стиле этом же, в общем стиле, красивые Где можно было хранить садовое, так сказать, огородное оборудование Осенью 1951-го было принято решение немного изменить проект и доработать Теперь руководству коксогазового завода можно было строить большие трехэтажные жилые дома Именно такие украшают заводскую, радиальную и улицу Гаевского Но концепция осталась прежней Характерные черты загородной жизни должны были органично вписаться в реалии современного города Со всеми удобствами – центральным освещением, водопроводом, газоснабжением, отоплением и канализацией Историческая часть Видного и сейчас, в 21 веке, восхищает своей оригинальностью и уютом жителей и гостей нашего города Екатерина Борисова, Егор Хлябев, Сергей Ларин, Видное ТВ